Всем привет! Сегодня у нас очень важное видео. 10 декабря 2021 года в 20.00 в городе Сургут, Кантаматийского автономного округа Югры, в развлекательном центре Вавилон запланирован концерт новомодных молодежных исполнителей Инстасамка и Манекен. Кто такая Инстасамка? По нашему мнению, ее творчество – это моральное, безрастное и социальное поведение с множественными признаками административных правонарушений и уголовных преступлений. Многие родители не ведают о том, что их дети уже купили билеты на концерты. Не ведают о творчестве Инстасамки и не ведают о том, что творится на концертах. Чтобы составить собственное мнение, достаточно посмотреть видео на Ютубе, почитать тексты песен в предложенных документах и посмотреть видеозаписи с концертов. Что там происходит? Сплошные маты в текстах песен и со сцены. Безнравственное поведение с засовыванием микрофона в рот. Ссылка прилагается. Вставки алкоголя в клипах. Есть статья в интернете, что Татспиртпром заплатит Инстасамке 1,6 миллиона рублей за рекламу всего 8 секунд. Ссылка прилагается. Можете посмотреть короткие видео обзоры «Кто такая Инстасамка» на Ютуб-канале «Не магия». Ссылки прилагаются. Что говорят местные СМИ о предстоящем концерте? Ну, довольно противоречивые мнения существуют в интернете. Одно из них, вот альтернативное мнение Владислава Брылеева, руководителя молодежного центра «Формат». Статья называется «Странной выглядит идея просто так отменить выступление Инстасамки в Сургуте». Однако, Московский суд оштрафовал недавно Муз-ТВ на 1 миллион рублей за пропаганду гомосексуализма. Вот что происходит на сцене, где присутствует много детей и безведомо их родителей. 20 ноября местный депутат Нечапуренко выразил свое мнение в статье «Сколько мы будем терпеть творчества таких персонажей, как Инстасамка и Манекен, и позволять им выступать с концертами». Я так понял, депутат поддержал наше мнение, потому что ранее, 11 ноября, было отправлено от имени СМИ информационное агентство «Камчатский регион» обращение в ОМВД ХМАО и в прокуратуру ХМАО и в полномоченном по правам ребенка ХМАО. В данном обращении в ОМВД зарегистрировали их книги учета совершенных преступлений. Проводится уголовно-процессуальная проверка по изложенным фактам. Также была составлена петиция от общественных организаций ХМАО «Югры». Образец и подписной лист прилагаются. Данная петиция была составлена общественной организацией «Зорница» с требованием запретить проведение концертов музыкальных исполнителей «Инстасамка и Манекен» в городе Сургуте. Всем неравнодушным общественникам, родителям, осознавшим масштаб трагедии по утрате нравственности в наше непростое время, для тех, кому небезразлична судьба нашего будущего поколения, предлагаем ознакомиться с документом петиции. Не просто ознакомиться, можете самостоятельно направить данные бумаги, подписать и направить в надзорные органы. Данную петицию уже подписали такие организации, как Культурно-патриотический центр поддержки творчества инициатив «Зорница», Возрождение национального единства «Православное братство», Информационное агентство «Камчатский регион», редакционный пункт в городе Сургуте, Организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов Сургута», Центр сохранения развития культуры и русской традиции, Центр комплексного благоустройства «Комфортная среда», Хуторское казачье общество «Сургут», Федерация кикбоксинга города Сургут, Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Кудо России в Хмау-Югре», Клуб единоборств «Югра», Региональный благотворительный фонд спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени Алексея Ашапатова, Спортивный клуб «Хищник», Местная общественная организация «Союз десантников Сургута», Территориальное общественное самоуправление «Черный мыс», Казачье общество «Станица Сургутская», Хуторское казачье общество «Хутор Романовский» в городе Хантамансийск, Филиал Международной общественной просоюзной организации «Солидарность» в городе Сургут Хмау-Югра, Центр закаливания «Моржи Сургута» и Центр здоровья «Айсберг». Это неполный список, подписи до сих пор собираются, И думаю, их будет намного больше в разы даже. Также была направлена жалоба в прокуратуру Хмау-Югры, Образец прилагается, И распоряжение председателя правления регионального отделения Международной общественной и просоюзной организации «Солидарность». В общем, все четыре варианта будут приложены к данному видео. Всех неравнодушных жителей города Сургута и Хмау-Югры Просим откликнуться и поддержать нас, И направить данные бумаги в надзорные инстанции. Видеоинструкцию по отправке всех бумаг в электронном виде через интернет-приемные Буквально за 20 минут можете найти по данной ссылке. Мини-инструкция в текстовом варианте тоже прилагается. Все образцы и данный текст доступны по ссылке в описании к данному видео. Каждый может выразить свое мнение по данному факту. Если вы нас поддерживаете, направляйте данные бумаги в надзорные органы. Чем больше народу, чем больше организаций будут участвовать, тем быстрее, я думаю, будет результат. Благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok